Агентство Интерфакс, Андрей Барановский. У меня вопрос к российскому министру Сергею Викторовичу. Вопрос касается Украины. В связи с последними событиями в этой стране ряд западных официальных лиц уже подкрыто призывает к введению санкций в отношении украинского руководства и обвиняет его в том, что происходит, и говорит, что оно теряет свою легитимность. И вот в частности даже министр иностранных дел Польши собирается ехать в Украину с миссией ЕС. Как бы Вы могли прокомментировать вот такую реакцию Запада, и как, на Ваш взгляд, может ли в перспективе этот вопрос дойти до совбеза ООН? Спасибо. Спасибо. То, что происходит на Украине, вызывает самую глубокую озабоченность. Мы неоднократно предостерегали от подобного развития событий. Принципиальные оценки того, что там происходит, были даны сегодня Кремлем и Министерством иностранных дел. К сожалению, все договоренности, которые были достигнуты, когда руководство Украины проявило добрую волю, готовность искать компромиссы и выполнило свою часть обязательств, эти договоренности были сорваны оппозиционерами, радикалами, которые организовали поход на парламент. А когда их туда не пропустили по понятным причинам, потому что это была несанкционированная акция, они стали забрасывать полицейских коктейлями Молотова, применили огнестрельное оружие. Вы знаете, что есть уже значительное количество жертв и пострадавших. Выявляются факты наличия у этих радикалов не только стрелковых вооружений, но и гранатометов. Это все очень и очень серьезно. Они продолжают попытки захвата административных зданий, зданий органов прокуратуры, милиции, воинских частей. Мы не можем это охарактеризовывать иначе, как попытку государственного переворота и силового захвата власти. Безусловно, вина лежит на экстремистах, которые все эти недели, все эти месяцы стремились довести ситуацию до такого силового сценария. Но серьезная доля ответственности и на оппозиционерах, которые отказывались от компромиссов, выдвигали к власти требования вне рамок правового поля и в итоге оказались не в состоянии выполнить то, о чем договаривались. В том числе и в парламенте. Не могу не сказать и о той ответственности, которую несет Запад. По крайней мере, многие западные страны, которые всячески пытались вмешиваться в течение событий, поощряли оппозицию к действиям вне правового поля, даже напрямую порой заигрывали с боевиками, выдвигали ультиматумы, грозились санкциями, как вы только что сказали, и продолжают грозить. Ну и, по большому счету, поощряли эти провокационные действия. При этом они достаточно настойчиво, последовательно и стыдливо уходили от принципиальных оценок действий экстремистов, включая неонацистские и антисемитские проявления. На что мы неоднократно обращали их внимание, предупреждали о крайней опасности подобного рода страусиной позиции. А сейчас пытаются валить все со своей больной головы на нас. Звучат обвинения из уст некоторых политических деятелей в западных странах, что во всем виновата Россия, которая пытается ресоветизировать постсоветское пространство. Это попытки с негодными средствами. Я думаю, что любой маломальский взрывомыслящий и беспристрастный наблюдатель это прекрасно понимает. Мы подтверждаем, что ситуация должна быть урегулирована в рамках конституционных прерогатив действующей власти Украины и предостерегаем от попыток навязчивого посредничества. Мы такие попытки уже не раз наблюдали. Мне кажется, что напосредничались наши европейские партнеры уже достаточно. И призываем всех в этой ситуации поставить интересы Украины, интересы народа Украины выше собственных геополитических замыслов. Продолжение следует...